Эльвира в центре трансплантологии имени Шумакова уже две недели. Скоро ей сделают операцию по пересадке почки. В нашем учреждении вот эти операции выполняются очень часто, много, и мы фактически обеспечиваем всю страну данным видом помощи. Это в основном дети с врожденными заболеваниями печени, почек, которые в конце концов приводят их к необходимости выполнения трансплантации, потому что функция заканчивается, и в общем-то при этом ребенок обречен на гибель. Эльвира уже обжилась в больнице. Кроме лечения здесь еще и учат. Есть школа, и девочке она очень нравится. Мои учитель по-английски это смотрит. Hello, my friends. Hello. После того, как операция будет сделана, Эльвира проведет в центре еще около месяца. Долгий процесс лечения и реабилитации в больничных стенах – нелегкий путь. Поэтому здесь всячески стараются разнообразить жизнь маленьких пациентов. Так, обводим, не забываем. Молодцы, молодцы, молодцы. В гости к ребятам приехали российские спортсменки, чемпионки Олимпийских игр и других ярких состязаний. Они организовали для маленьких пациентов спортивный праздник, а еще показали свои медали и поделились историями из жизни. Эмоции, конечно же, самые позитивные, добрые. Как здорово, что фонд «Футболка» дарит жизни, организовывает такие мероприятия для детей, в том числе и для нас. Это здорово для спортсменов, когда мы можем прийти, поддержать, как-то замотивировать, рассказать свои истории из жизни, подарить вот эту вот энергию доброты, любви и тепла. Эльвире праздник понравился, а общение со спортсменками еще больше. У нее есть своя мечта – стать дизайнером одежды. И опыт успешных взрослых вдохновил девочку. Добиваться цели и никогда не сдаваться. Ведь если ты не хочешь чего-то, то ты этого никогда не достигнешь сам, если ты сам не хочешь. Впереди у этих ребят серьезные испытания. Но с такой поддержкой справиться им точно будет легче. Счастье!